Научная экспедиция по следам предков прибыла в Чечню. В Грозном делегации из Казахстана посетила историко-этнографический музей, а также встретилась с представителями местной власти. Новые подробности о пребывании наших предков на землях Северного Кавказа в следующем материале. Грозный – один из крупнейших исторических городов Северного Кавказа. Казахстанская экспедиция по следам предков прибыла в него, чтобы найти новые сведения о связи наших народов. Руководитель экспедиции Саппар Искаков встретился с заместителем министра Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации. В знак уважения он вручил ему копию Кабыза XII века, найденного на украинской земле и национальный Шапан. Наш народ Чеченской Республики представлен в составе более 38 национальностей, в которую входят также кумыки и нагайцы, которые нам всем известно, что у вас какие-то там корни пересекаются. В имени министра Чеченской Республики Джамбулату Хиду Чумарова я вас приветствую на чеченской земле и заручаю, что отныне и, конечно, испокон веков у нас была полная гармония междунациональная, и впредь мы будем этот уровень поддерживать и продолжать. То, где именно на Северном Кавказе жили наши предки, можно понять по названиям местности и водоемов. Например, Грозный расположен вдоль рек Терек и Сунджу. По некоторым данным, на месте этого города раньше был другой Сунджу или по-казахски Суньше. Тюркских топонимов в Северном Кавказе достаточно много, в том числе и на территории Чечни. И название реки, название ущелья, Аргунское ущелье, река Аргун и так далее. Несомненно, у отношений казахов и чеченцев и их предков, мы говорим о кипчаках, о нахских племенах, разумеется, и глубокая история, есть много фактов, которые доказывают, что эти связи, они многовековые. Было в плен захвачено немало детей, кипчакских, чеченских детей. Они были проданы в рабство. В рабство их продавали в тот период в Египет, да? Там из них создали мамлюкские отряды. Мамлюкские отряды, это были воины, пожалуй, самые лучшие воины на тот период на Земле. И они это потом доказали, когда пришел Хулагу, уже внук Чингисхана. А это небольшой город Аргун в 20 километрах от Грозного. Его население около 50 тысяч человек. Рядом протекает река с аналогичным названием. А еще здесь есть вот это красивейшее ущелье. Через него проходит дорога, соединяющая Чечню и Грузию. В свое время тут существовала ветвь шелкового пути. Наши предки, владеющие этой землей, охраняли караваны, получая за это долю от купцов. Среди населения Чечни есть род Эрганой. Это гаплогруппа G2. А у нас есть такая же группа G2 в роду Аргун. Не зря этот город, ущелье называется Аргун. Этот регион требует нашего дальнейшего изучения. Еще один занимательный факт. Местные историки вспоминают, в древности народы Северного Кавказа использовали в качестве международного языка общения кумыкский. Он брал свои корни в кепчакском языке. Это наиболее интересные сведения, которые смогла отыскать экспедиция по следам предков. А пока она готовится отправиться в другой регион. Какой? Узнаете совсем скоро. Марк Блюшко, Талгатбек Абдикожа, Самадбек Батыр, Хабар 24, Россия, Чеченская Республика.